Буквально два месяца назад, что в Республике Коми, как и во всей России, прогнозируется рост преступности, связанной с хищением денег в сети интернет. Все больше пользователей сети интернет пользуются электронными деньгами, все больше пользователей покупают товары и заказывают услуги через сеть интернет. Естественно, движение денег в интернете интересует злоумышленников. И злоумышленники пытаются разными способами похитить денежные средства у пользователей сети интернет. К сожалению, многие пользователи не знают элементарных правил безопасности и покупаются на вроде бы простые уловки мошенников. По-прежнему, самым распространенным видом мошенничества в сети интернет является покупка товара в несуществующих интернет-магазинах. Люди, которые вышли в интернет, видят, что цены в интернет-магазинах часто отличаются от цен в реальных магазинах на один и тот же товар. И поэтому они, естественно, стремятся сэкономить и купить товар подешевле. При этом они не проверяют этот интернет-магазин никакими способами, не читают по нему отзывов, не смотрят, есть ли у него какие-то реальные реквизиты, перечисляют деньги в никуда, фактически, получается, на анонимные платежные системы и лишаются и товара, и денег. Потом обращаются в полицию, ищем потом по всему миру этих людей. То есть фактически это в одну кассу? Фактически, да, потому что очень сложно получить ответы из ряда зарубежных стран, где эти мошенники находятся. Обычно это выходцы из России, из стран СНГ. Они проживают в различных странах, Кипр, Израиль, Голландия, Канада, масса стран, Бразилия, откуда они совершают виртуальное мошенничество. Интернет именно теми характерен, что, сидя в Бразилии, можно обманывать человека, кто живет в Маскуломе, и наоборот. А как проверить тот же магазин на добросовестность? Вот отзывы есть, да? Да, самый лучший вариант – это, безусловно, сначала прочитать отзывы. Потому что, когда человек купил товар в интернете, если ему все пришло, если его все устраивает, он не будет писать обычно никаких отзывов. В лучшем случае он напишет хороший отзыв, но это очень маленькая часть. Когда человека обманули, он обязательно поделится своей бедой. Обязательно. Обязательно. Это вот общее правило. Ну да, эмоции, она должна податарить. Да, когда человек заплатил 10, 20, 30 тысяч, а его обманули, он понимает, что его обманули. Естественно, он это выкладывает на разные форумы, на специализированные сайты, которые есть. Что еще? В своих дневниках, в интернет-блогах. Поэтому самый лучший вариант сначала – это прочитать отзывы об этом, о том или ином магазине. Это можно сделать просто, написать адрес магазина и слово «отзыв» в любой поисковой системе. Естественно, во вторую очередь, необходимо смотреть на историю этого магазина, как давно он существует. Есть ли у него реальные реквизиты, то есть реальный физический адрес, юридический какой-то, где он находится. То есть это не просто какой-то… Виртуальный какой-то. Виртуальный, без номера телефона, без контактных данных, без ничего. Обычному пользователю легко это дать информацию? Да, безусловно, это очень легко. Эта информация всегда есть в свободном доступе. Это не нужно быть какими-то специальными познаниями, просто нужно… Быть внимательными. Да, и не пытаться купить товар, который стоит, условно говоря, тысячу рублей за 10 рублей. Такого никогда не бывает. То есть у любого товара есть себестоимость, поэтому любая цена должна быть оправдана. Это в первую очередь. Во вторую очередь, во всей России, да и у нас в Коми, произошел всплеск преступлений, связанных с хищением денег с пластиковых карт. Все больше людей имеет пластиковые карты на руках, как зарплатные, так и личные карты, которые они сами заводят. Все больше платежей проходит через сеть интернет. Многие оплачивают и коммунальные услуги, товары, какие-то поездки, билеты. Через сеть интернет, естественно, злоумышленники тоже это понимают, что есть такой источник заработка, такого черного заработка, и разными способами похищают деньги у законных пользователей карт. Самое опасное, это создание так называемых сайтов двойников, фишниковых сайтов. Это очень распространено, особенно с сайтов банковских систем. Потерпевший заходит в сеть интернет, пытается зайти на сайт своего банка, если его компьютер заражен, естественно, он попадает на сайт злоумышленников, и злоумышленники разными способами, они очень изощренными способами выманивают реквизиты его карты, с которой впоследствии снимаются разными, опять-таки, способами деньги. Либо путем приведения товаров-услуг, либо уже изготовлением копии карты и последующими сниманиями фантоматами. Как отличить фишинговые сайты от нормальных? Самый важный нюанс, это обращать внимание на то, соответствует ли внешний вид сайта, тому внешнего вида, который был буквально вчера, позавчера. Соответствуют ли реквизиты, номера телефонов, адресная строка. То есть, опять же, нужно быть внимательным. Да, самое главное, быть внимательным и не покупаться на те мелочи, которые... На самом деле, в каждом преступлении жуликов выдает мелочи, злоумышленников, выдает мелочи всегда. Мелочи всегда видны, особенно, когда человек в интернете уже не первый год, они всегда видны. Естественно, неопытно пользоваться сложнее, но надо быть просто внимательным. Самое главное. Уважаемые телезрители, у нас работает телефон в прямом эфире 516767, другая контактная информация, то есть номер ICQ информационного канала, а также Twitter, все есть на ваших экранах. Мы продолжаем. Хотелось бы еще как раз вернуться к пластиковым картам. В прошлый раз мы озвучивали цифры как раз-таки преступлений. Похищения идут все-таки с прямой. Вот вы говорили, кто-то кому-то дал свою карту или же по невнимательности. Вот эти вот воровство сейчас, в принципе, идет уже в самом интернете, когда деньги перечисляются или же воруются сами карты. Что больше? Каких преступлений больше? Вы знаете, если брать сеть интернет, то хищения идут как раз больше в сети интернет пока. Во время перевода средств. Во время, когда человек вводит данные своей карты на какие-либо сайты. Злоумышленники создают даже специальные виртуальные интернет-магазины только с одной целью – собрать данные карты. Собрать данные карты, чтобы впоследствии можно было при помощи этих карт совершить какие-то незаконные действия – покупки, перевода денег и так далее. Второй очень опасный нюанс, когда злоумышленники могут похитить деньги с карты – это когда человек свою карту передает какому-то постороннему лицу. Либо кто-то из его окружения заводевает данными карты. У каждой карты есть уникальный номер, и у каждой карты есть на обратной стороне специальный код, при помощи которого подтверждает, что именно эта карта участвует в оплате в сети интернет. Если потерпевший передает свою пластиковую карту какому-то постороннему лицу и не видит, что постороннее лицо делает с этой карты, очень великая вероятность, что постороннее лицо просто скопирует эти цифры. То есть для оплаты услуг и товаров в сети интернет нужны только цифры, не нужны ни подпись, ни пин-код, ничего. То есть человек может скопировать цифры и впоследствии при помощи этих цифр снять деньги с отчета потерпевшего. То есть фактически. То есть у нас есть в своих интересах. Да, особенно это опасно, когда вы передаете свои карты продавцам, официантам. Ну вот в принципе так и происходит. Когда они эти карты уносят и что-то с ними делают непонятно где. Ну и естественно опасно, если ваше окружение какое-то является неблагонадежным, и кто-то из знакомых, из родственников может просто взять эту карту и просто сделать себе копию. Сергей Ильич, есть звонок в студию. А вот здравствуйте, как вас зовут и ваш вопрос. Здравствуйте, меня зовут Евгений. Здравствуйте. У меня вопрос не касательно денежной интернет-сферы, а уже касательно форумов зачастую и социальных сетей. В наше время уже много людей пользуются этими услугами. И мне вот интересно, сейчас полным-полно форумных бойцов, так сказать, да, и которые в разговоры зачастую переходят на личные оскорбления. Таких людей вот по законодательству у нас можно привлечь к ответственности? Ясен ваш вопрос. Хочу сразу пояснить, что с декабря прошлого года в Уголовный кодекс Российской Федерации внесены изменения, которые гуманизируют наше законодательство. Поэтому сейчас клевета и оскорбления не являются уголовными наказуемыми деяниями, а являются административным правонарушением. В любом случае, если вас оскорбили, вы имеете полное право написать заявление. Последствия сейчас из полиции переданы в прокуратуру. Прокурор вправе составить протокол о выявлении административного правонарушения, клевета и оскорбления. Либо, если вы знаете лицо, вы можете непосредственно в суд обратиться. Но в любом случае, любые противоправные действия, они пресекаются, так или иначе. Спасибо вам за ответ. У меня следующий вопрос. Сергей Леонидович, кроме мошеннических действий с банковскими картами, с платежами, есть еще одна статья очень страшных преступлений. Это детская порнография. Вообще, как происходит наблюдение за теми, кто распространяет или же хранит, или что-то еще делает с этой порнографией? И были ли прецеденты, что людей осуждали, на какие сроки? Да. Ну, действительно, на самом деле, Россия не стала уникальным местом во всем мире. Замечен рост интереса и распространение детской порнографии. Поэтому в массе западных стран в последние годы очень ужесточено наказание за создание и распространение порноматериалов с участием детей. В России тоже в последние годы наказание стало довольно-таки весомым. Сейчас наказание за создание, распространение, хранение с целью распространения детской порнографии от 3 до 10 лет лишения свободы. Но, к сожалению, то состояние общества, которое сейчас есть, то состояние морали, которое сейчас есть, интерес к детской порнографии, возможность свободного обмена информацией, привели к тому, что очень много лиц, которые скрывали свои пристрастия, они сейчас в сети интернет имеются, они объединяются по интересам, безусловно, они обмениваются информацией разными способами, они обсуждают, как уйти от правоохранительных органов, как сворачивать детей, где можно выкладывать, как можно продавать и так далее. Естественно, работа по борьбе с такими людьми ведется во всем мире, и в России она ведется. Она является одной из основных функций, которые стоят перед нашим отделом. Это борьба с созданием и распространением в сети интернет детской порнографии. Еще несколько лет назад ряд специалистов в данной области говорил, что основной поток детской порнографии идет из России. Сейчас, слава богу, те усилия, которые предпринимаются нашими отделами, нашими коллегами по всей России, и коллегами из ФСБ, и из Интерпола, они позволили сказать, что в России стало гораздо меньше преступлений, связанных с созданием и распространением. Это безусловно. Но, к сожалению, эти преступления выявляются, продолжают выявляться. Причем их выявляется больше, не потому что их стало больше, а потому что их стало больше выявляться. Выявляются, да, я предвосхищу ваш вопрос, выявляются они во многом благодаря активности интернет-пользователей. В сети интернет существуют специальные ресурсы, которые созданы при участии общественности, на которые можно сообщить о выявлении того или иного противоправного контента, в том числе распространения порнографии, в том числе и детской, безусловно. Вся эта информация, в том числе и анонимная, она собирается и передается в соответствующие отделы по регионам. отделы К, безусловно. Информация вся регистрируется и проверяется однозначно. Поэтому преступления, связанные со соединением и детской порнографии, они действительно очень серьезные, и мы намерены дальше с ними бороться. То есть, если человек нашел контент, который не разрешен, он может эту информацию отправить? Да. Он может отправить информацию любым способом. Он может найти в интернете ресурсы, которые посвящены борьбе за чистоту интернета, их масса, этих ресурсов, их масса. Он может обратиться непосредственно в любое отделение полиции, в любой правоохранительный орган. Он может непосредственно обратиться в отдел К, в свою регион, в том числе и в наш отдел, по электронной почте, по телефону, через твиттер, неважно, любым способом. Любая информация, она даже анонимная, она будет проверена, никто эту информацию не выкинет никогда, потому что это очень важно. У нас есть еще один звонок в студию. Алло, здравствуйте. Говорите. Алло, да-да-да, говорите. Да, коротко ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос такой, у меня вот ноутбук начинает что-то разговаривать по-английски сам. Что там может быть? Все, что угодно может быть, на самом деле. Я думаю, что это не по теме вопроса. Ну, может, не по теме вопроса. На самом деле, все, что угодно может быть. Я полагаю, что на самом деле, ваша проблема связана с какими-то настройками каких-то программ. Вам нужно либо к специалисту обратиться, либо внимательно посмотреть, какие у вас программы установлены. Их проверить. Совсем немного времени осталось, буквально минута. На следующей неделе как раз таки начинается акция, которая организована вашим отделом К. Безопасный интернет. Что это за акция, в чем ее суть и на кого направлено, где будет производиться? Просто тезис. Да. Минута. Значит, данная акция проводится по всей России, безусловно. Она проводится как раз с целью предупреждения преступности в сети интернет. В рамках этой акции будут проведены профилактические беседы, будут разосланы памятки, и будет дана информация в разные средства массовой информации о том, как уберечь себя от злоумышленников в сети интернет, потому что все больше и больше пользователей. Ну и очень важным блоком будет доведение этой информации до детей и подростков. То есть это будет с чьей школой проходить? Да, безусловно. Это будет и в школах, это будут памятки, которые будут раздаваться детям, это будут выступления в школах, безусловно. Это будут уроки, это будут какие-то круглые столы с детьми, прежде всего с детьми. Потому что мы прекрасно понимаем, что взрослый пользователь может себя сам защитить. Ребенок очень часто себя не может защитить, и он боится потом обратиться к сверстникам и к взрослым. Поэтому до детей, прежде всего, необходимо довести ту информацию о том, что нужно делать, если вдруг они стали жертвой каких-то злоумышленников в сети интернета. Злоумышленники будут совершенно разные. Как те, кто пытается деньги выманить, информацию выманить, оскорбить ребенка, унизить, совратить и так далее. Поэтому, прежде всего, эта акция будет направлена на защиту детей. Спасибо, Сергей Леонидович. Я напомню, что сегодня в гостях личный прием был руководитель отдела КМВД по Республике Коми Сергей Огородников. А мы продолжим сразу после рекламы.